Мы живем в эру химизации. У нас огромное количество химических препаратов, которые используются на наших полях и которые мы употребляем в пищу вместе с сельскохозяйственной продукцией. И сегодня мир обеспокоен этим и развивается такой тренд на уменьшение использования химических препаратов и более использования биологических препаратов. Каждый год регистрируется до 10 миллионов химических различных средств и их дериватов. Используются сотни тысяч на наших полях. Причем только 15 из них процентов, которые прошли проверку на их токсикологическое действие, на человека, на природу. И вот эти цифры буквально пугают. А если посмотреть сельскохозяйственное производство, то агрономы, механизаторы позволяют делать ошибки на каждом шагу. Если сложить эти ошибки, то происходят огромные потери. Вот мы посчитали, если отсутствует параллельное движение техники по полю и опрыскиватели в том числе, ну в первую очередь, то мы все время теряем 10% урожая, потому что опрыскиватели выходят по уже созревшим культурам. Если мы не учитываем химическое последействие препаратов или их несовместимость, мы можем тоже потерять до 50% урожая. Если мы используем неправильные форсунки, то теряется химия до 60%, естественно, тоже это потеря огромного урожая. И вот если это все сложить, то цифры просто зашкаливают. И это у нас на самом деле происходит. В одном хозяйстве они потеряют 20%, в другом 10%, в третьем 50%, 60%. И вот эти цифры, которые помогли бы повысить доходность и уменьшить негативное влияние на окружающую среду и повысить качество продукции. Президент, выступая в Организации Объединенных Наций, как раз нацеливал на внедрение природоподобных технологий. Дал установку на внедрение, как бы я сказала, природоподобных технологий. А в майских указах прошлогодних он как раз направляет на развитие экспортной отрасли. А для экспорта тоже нужно качество. Нам нужно качество продукции. Но это главным образом делается для средних сельхозпроизводителей, для вузов, которые обучают инженеров, агрономов. И для механизаторов, для колледжей, в которых обучаются механизаторы. Но также курсы повышения квалификации специалистов могут использовать этот фильм. И здесь вы видите, вот эти ошибки могут совершаться. Мы показывали технику доступную, более демократичную, недорогую. Но оборудование, конечно, подруливающее, оно везде одинаковое, что в дорогих опрыскивателях, что в дешевых. Но ошибки, они везде совершаются. Дорогущий самоходный опрыскиватель или простой навесной опрыскиватель, или перецепной, они везде одинаковые ошибки. Поэтому самое главное понять технологию и понять, что это доступно, и мы можем сэкономить на гектар до 35 тысяч рублей. С учетом, это считается потеря химии и потеря урожайности. До 35 тысяч рублей на гектар. Если это, конечно, ошибки будут на каждом этапе совершаться. Вот такие потери могут достигнуть. Еще одна проблема, почему у нас такое происходит. У нас нет школ, где бы могли обучаться механизаторы правильным, эффективным вот этим технологиям обработки средств защиты растений. Параллельному вождению, правильному настрою форсунок. И надо создавать школы по обработке средствами защиты растений в России. И после создания этих школ это надо не медлить. И вот этот фильм, он может помочь в этом. А после создания школ надо ужесточать законодательство, которое бы обязывало сельхозпроизводителей использовать на работе с опрыскиванием механизаторов, которые прошли обучение, имеющие сертификат по обучению вот этим технологиям. И еще закон, который бы позволял требовать проверку опрыскивати хотя бы раз в три года, как это делается в Германии. Первый этап повышения качества и экологизации продукции растениеводства – строгое соблюдение технологии обработки средствами защиты растений. Продолжение следует...